Приветствую вас, есть в психологии, в психологической науке, в психологической теории, если угодно, такая игра. И называется эта игра Дану. Игрок в Дану, это человек, который оказывается для себя в определенном таком безвыходном положении, ну, по ряду причин. То есть он, ну вот он, по той или иной причине, да, этот человек, он оказывается для себя в не очень приятной ситуации, в не очень приятном положении, вот, такой человек. И, соответственно, этот человек оказывается в позиции жертвы. По сути, по сути дела. Что значит позиция жертвы для человека? Ну, позиция жертвы для человека означает, что он не берет на себя ответственность за свою жизнь сам. То есть у него, вот, как бы, его попирают, его пронижают, его, там, как-то еще, ну, негативно о нем обзываются. Вот. Что делает человек? Человек не делает ничего. Ну, по ряду причин. Собственно, из ситуации выйти хочется, безусловно. То есть, хочется, значит, ситуацию как-то завершить. Хочется, чтобы все-таки было, как-то комфортно. Вот. Но, по факту, человек не готов ничего делать. Для того, чтобы что-то менялось. Вот и вы говорите, что... Тоже вариант для вас. Другое для вас тоже не вариант. То есть, вот, сказать, например, своему мужу, что... Ну, что, к примеру, так нельзя, так нельзя, да. Вот. Для вас почему-то не вариант. Совсем не готовить для вас. Тоже не вариант. Но, при этом, при этом, заметите. Вы говорите, что я хочу, и я считаю, что они имеют право, да. Приезжать к себе, ну, как бы... Ну, домой, да. Потому что это их... Это их дом, и они имеют право. Вот. Так вы, соответственно, определитесь, пожалуйста, вот с этой позиции. Либо они имеют право, действительно, приезжать. И... Тогда, если они имеют право приезжать, то вам ничего не остаётся, кроме как... Ну... Принимать их, да. Принимать их право. И... Подстраиваться. Адаптироваться. Под них. Что, в общем, нормально и адекватно. Вот. Либо... Либо... Идти, идти в противовес и что-то противопоставлять. Так что, давайте мы с вами будем исходить из... Фактов, которые вы нам предоставили. Значит... А... Старший сын... Вашего мужа... И его жена... Имеют ли они... Право... Приезжать... На дачу? К примеру. Ну... Когда хотел... Да, имеют. Потому что... Как правильно вы сказали... И... Даже их... В том числе... Вот. И... В общем, они находятся... А... А... Полностью в... Своих... Правах. Тут. А... Имеете ли вы... Не готовить для них право? Да... Да, имеете. Вы имеете право не готовить для этих людей. И убирать за ними. Вы тоже... Эээ... Не... Эээ... Имеете право... Не убирать за ними. Так... Это ваше... Полное право. Почему? Потому что они... Они вам действительно чужели. Они... Они действительно... Приезжают... На дачу... Но они не нанимали услугу... Ой, прислугу... Знаете? То есть... Они... Взрослые люди... Сами... Взрослые люди... И... Они могут обслуживать себя... Сами... И... Если у них есть... Ну... Такое желание... Такие потребности... Поэтому... Поэтому... Если они приезжают как к себе домой... То дома человек... Обслуживает себя сам... Возьмите ответственность... Эээ... За... Свою позицию... Елена... То есть... Если вы говорите... Что человек... Приезжает себе домой... Значит... Путина ведёт себя как дома... Дома... Ему не прислуживают... Знаете? Начинается как бы равенство... И никто никому не служит... Вот... Но... Есть что-то... Что вам мешает... Есть что-то... Что не позволяет вам... Просто не делать... Как... Ээ... Ээ... Чего-то... Просто не делать чего-то... Что вам... К примеру... Ну... Не нравится... Что вам... К примеру... Не подошли... И так далее... Есть что-то, что вам не позволяет. Я спрашиваю вас, почему? Вот. Вы пишите старшую внучку, берем часто на выходные. Здесь все хорошо. У меня есть такое ощущение, что понятие, что хорошо, что плохо, у вас немного расплывчато. Старший сын, старший сын и его жена, старый котынь приезжает на дачу, пишите вы. Не привезут с собой даже хлеба или пачки печенья, едут на все готовые. Ну а почему они едут на все готовые? Вопрос-то? Вот у меня вопрос к вам. Почему они едут на все готовые? Кто-то же их научил, да, ехать на все готовые. Тайм? Я полагаю так. Я так полагаю. Кто научил? Кто научил? Ну кто научил? Только муж мог научить и едут на все готовые. И отсюда у меня возникает вопрос к вам. По какой причине вы не можете сказать своему мужу об этом? Вы говорите, что он не может их построить. Они никого строят. Я не знаю, может быть вы и привыкли подчиняться, может быть вы привыкли выступать и уголдать. Это, кстати, тоже нужно корректировать, если это действительно так. Но строить никого не нужно, не нужно. То, что нужно делать, всего лишь, это просто показывать, что ты сделаешь для другого человека, а чего ты делать не будешь. И все. Знаете, и никаких проблем нет и не будет, в принципе. У вас вообще, как будто бы представление об этом, ну оно вот такое, что либо он их строит, ну допустим, к примеру, там полностью, либо он их строит, вот, либо они делают вообще, что хотят, вот. То есть правда заключается в том, что этот такт не работает. Правда заключается в том, что они живут в своей жизни, а вы живете в своей, с мужем, своим, понимаете? Уметь отделить себя от других и свою ответственность от других очень важнее качество. Но, по какой-то причине, у вас это не получается. Вы пишите. Едут на все готовы, я выбираю готовность. Зачем? Они отдыхают, я тоже работаю. Я два, сначала раза три встречала их, готовила как для гостей, но так как они приезжают себе домой. Как мне вытравить отношения, чтобы не быть обслуживающим персоналом и кухаркой, не испортить отношения с мужем. Смотрите. Вы пишите о том, что муж ваш, вроде как, вас понимает. То есть ему тоже не нравится их приезжать. Простите, а с чего вы решили тогда, если ему тоже не нравится? Что вы испортите с ним отношения, если не будете, там, ну, делать для них чего-то. То есть у меня здесь вопрос добрылся к вам вот такого плана. Пожалуй. Вот. Понимаете? Я хочу, чтобы вы подумали на эту тему, почему так произошло. Дальше. Значит. Я вижу связь. Того, что вы боитесь испортить отношения со своим гражданским мужем. Я вижу связь этого с тем, к примеру, что он ваш гражданский муж. То есть, вполне может быть, вполне может быть такое, что ваши отношения недостаточно доверительны. Вы недостаточно друг другу доверяете. Вот. И это уже вопрос, опять же, к вам. Почему муж ваш гражданский, а не законный? Ну, ведь есть, наверное, у этого причина. Как и есть причины. И у того, что вы, по сути, жертвуете собой, ради того, чтобы сохранить хорошее, в кавычках, отношение с мужем. Не слишком ли дорогая цена сохранения отношений с мужем? И должно ли вообще так, по вашему мнению, быть? Я полагаю, что это тоже очень важные моменты, на которые вам нужно обратить свое внимание. То есть, тут, на самом деле, вопрос стоит такой. Или будете, к примеру, недовольны вы. Да, да, то есть, вы будете прислугой, кухаркой, как вы себя называете. То есть, либо вы будете недовольны, либо, либо будет недоволен, к примеру, кто-то другой. Ну, например, будет недоволен ваш муж. Который, кстати говоря, недоволен и так. Тем, что у него на даче, да, каждые выходные появляются его дети и, там, соответственно устанавливают свои порядки. Что, как бы, ну, что, как бы, вашему мужу, да, не может, не может нравиться. Вот. Выбирайте, что для вас важнее. Идеального варианта нет. Это сразу скажу и скажу. Вот. Вариант ничего не делать, тоже не очень хороший. Вот, как я люблю свою мужу, я вижу, что у нас стала прививка и понимаю, что они ничего не делают. И всё, одется на меня. Понимаете, здесь вы переключаетесь. Вот, до этого вы были жертвы, а сейчас вы стали уже спасителем. Спаситель. Сейчас. На данный момент вы стали спасительностью. Вы спасаете своего мужа. От чего вы его спасаете? От ответственности. От ответственности, которую он должен нести за своих детей. Да, ему тяжело. Но это его дети. И пока он не прочувствует всей тяжести в его положении. К примеру, это двое дети, ты ими занимаешься. Я устал, я хочу отдохнуть. Это справедливо. Пока он не почувствует всей тяжести, ничего не изменится. Потому что вы правы в одно. Его детям вы говорить ничего не можете. Потому что, ну, они уже достаточно взрослые. И вас они, скорее всего, не послушают. Потому что, ну, вы для них чужой человек, как чужой человек. Скорее всего. Потому что я так понял, что вы их, вы их не растили, этих детей. И привязки, как бы, к вам, к вам у них нет. Раз вы их не растили, значит, соответственно, нет эмоциональных связей с ними. Если нет эмоциональных связей, значит, скорее всего, вы на них не имеете никакого влияния. Если вы не имеете никакого влияния, то, соответственно, демонстрировать им какую-то свою силу, да, ну, абсолютно ничего не даст. К сожалению. Вот. Значит, за это должен отвечать муж. А он не отвечает за это. Потому что вы ему не позволяете. Потому что вы его не вынуждаете и не мотивируете что-либо менять. Вот. Ведь вы же пытаетесь ему помочь, вы же его, как бы, ну, защищаете. Вот. А защита, в данном случае, проводит к снятию ответственности, ответственности, себя. Вот. И всё. Да, я понимаю, что это жестоко. Я знаю, что это жестоко. Я знаю, что это жестоко. Но по-другому вам, именно вам по-другому, никак данную ситуацию не исправить. Именно вам, по-другому, никак ситуацию не переделать. Именно вам, никак ничего не изменить. Идеального решения в этой ситуации нет. Вот. Именно идеального решения. Всегда будет, ну, что-то такое вот неприятное. Всегда будет цена. Всегда будет та цена, которую вам нужно будет заплатить за свой выбор. Вот. Если вы, как бы, не готовы, платить за свой выбор. Если вы не готовы будете заплатить за свой выбор. Не готовы будете предоставить ту цену за свой выбор, которую, ну, которую, которая нужна. Что я боюсь, я боюсь, что вы так и останетесь в этой ситуации. Понимаете? Какая история. Какой момент. Так что. Вот. Это то, что вам я могу сказать, исходя из того, что вы написали. Написали. Давайте еще посмотрим. Так. Значит. Эта мала спасает. По каким-то причинам он не может их построить. Эээ. Он не может их построить. Да. Вы абсолютно правы. Причин. Эээ. У этого причин может быть. Эээ. Много. Много. У этого причин может быть достаточно. Вот. То есть, ну, достаточно может быть причин, почему, почему он не может их построить. Эээ. Но. Эээ. К вам. Именно к вам. Это отношение никакого не имеет. Вообще. Вот. К вам, и к вам это отношение никакого не имеет. Совершенно. Эээ. Эээ. Потому что. Эээ. Он. Не. 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 Не смог этого сделать. И. Вы. Вы. Тем более. Не должны. Вот и все. Поэтому я думаю. Что вам здесь нужно просто. сохранять свои. Границы. Свои личные границы. Вот. И. Все. По сути. не смогли сделать. Дальше. Эээ. Так. Я тоже хочу отдохнуть. Мало того, что я провожу выходные с чужими людьми. Уборка. Готовка. Тоже нам не сменить. Дальше. И не ездить. И не ездить. И не ездить. Когда они там тоже не вариант. А почему не ездить? Почему не вариант? Не ездить. Не ездить. Когда они там. Ну. Вот. Просто. Почему. Не вариант. Это сделать. Это. Вот. И есть. Игра. 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 Игра называется. Да ну. К сожалению. Когда. Вы вроде бы хотите. Эээ. Проблему решить. Решить. Но. Эээ. Реально. Игра. Игра. Именно. Реально. Вы. Проблему решать. Не готовы. Ну. Как это. Мне. Мне. Видится. Конечно. Вот. То. То есть. И это не вариант. Эээ. И то не вариант. И другой не вариант. Вот. Знаете. Какая история. Вы. Ищите. Вы. Ищите. Эээ. Идеальный. Хоть. Идеальный вариант. То есть. Такой. Чтобы устроил всех. Такого варианта нет. В принципе. И. Быть не может. То есть. В принципе. Не может быть. Вариантом. Который. Устроил бы всех. Здесь. Почему? А потому что. Речь идет. Речь идет. О. Именно. Взрослых. Людях. Понимаете. О. Взрослых. Людях. Понимаете. О. Взрослых. В этой истории. Подумайте еще о том. Эээ. Какая вам. Выгода. Находиться в этом положении для себя. Положении жертвы. По сути. Возможно. Возможно. Вам не хватает. Внимания. Может быть. Возможно. Вам не хватает. Чувства значимости. Вот. Возможно. Что-то еще. Подумайте. Чего вам не хватает. Чего мы не удовлетворили. Вот. Какие у вас противоречия есть. То есть. В конце концов. Что для вас. Эээ. Муж. Значит. Вот. Понимаете. Какая история. Какая история. То есть. Это все. Нужно выяснять. С этим всем. Нужно работать. И когда будет ясна ваша позиция. Когда будет. И когда будут ясны. Ваши противоречия. Все. Вот тогда. И можно будет говорить о том. Что вам делать. А пока что. Что. Пока что. На мой взгляд. История выглядит. Ну. Мягко говоря. Такой. Ну. Странный. Немного. То есть, вы вроде бы и хотите решать проблему, но в то же время и не хотите. То есть, выбор, выбор, вот свой выбор, да, вы, получается, делать не готовы. Свой выбор вы, получается, не готовы, ну, осуществить, скажем так, вот, понимаете? Ну, если вы свой выбор не готовы осуществить, то логично, наверное, предположить, что никто другой за вас его не реализует. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Итак, довольно много получилось, вот. Надеюсь, что я пойму к вам. Понимаю, что за один ответ вряд ли можно решить все трудности, что у вас имеется. Вот, потому что трудности все-таки есть, они такие достаточно серьезные. Но, тем не менее, хотя бы направление вы, я надеюсь, увидели. Вот. То есть, как правило, это внутреннее неверное в себе, чувство вины и жертвенное поведение. Вот. Возможно? Возможно. Только возможно. Элемент созависимости. Хотя, в этом я, конечно, не уверен. Ну, тут надо смотреть. Здесь нужно разбираться. Вот. Если у вас остались вопросы ко мне дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.